Всем привет на моем канале, с вами Алла и я хочу сегодня затронуть тему очень важную и мимо этих пунктов, которые я затрону в этой теме, не пройдет ни одна девушка, женщина, которая поставила себе цель найти себе заморского потенциального мужа на сайте знакомств. Эти сейчас информацию, которую я вам скажу, эта информация вполне свежая и я могу об этом говорить, действительно, сейчас вам рассказывать, как бы беру ответственность за свою информацию, которую я вам хочу донести, может быть это кому-то поможет сориентироваться, кто имеет такую сейчас цель или кто уже в просторах, поисках на сайте знакомств, да, и может быть кто-то уже сталкивался с ситуациями такими, которые я буду рассказывать, они будут знакомы, то есть проходил уже определенные этапы, но я сейчас буду рассказывать, это для нас девчонок, для вас девчонок, которые только-только может быть кто-то думает, кто-то может быть не уверен, где-то вообще не верит во всю эту фигню и считает, что это все лажи и все остальное, для тех, кто разуверился вообще кого-то найти, для тех, кто может быть был уже несколько раз разочарован, может быть даже кто-то уже возвращался назад домой и уже потерял какую-то надежду, абсолютно для всех нас, женщин, абсолютно для всех в любой вашей жизненной ситуации, ну, естественно, если вы не замужем, было бы лучше, да, вот, значит, с чего я хочу начать, все-таки о чем будет у нас тема, сейчас я скажу буквально пару слов о себе, буквально просто, чтобы вы понимали, почему я могу затронуть эту тему и почему можно ко мне прислушаться, только прислушаться, только послушать и сделать свои выводы и все, это не советы и никакие не рекомендации абсолютно, я просто вам рассказываю, с чем я сталкивалась на этом пути поиска заморского мужа и где сейчас я и чем это все закончилось, буквально, наверное, пару минут, потому что я хочу по поводу своей ситуации именно выделить отдельное видео, которое будет только про мой случай жизненный, значит, сейчас я в Америке, полгода назад я сюда приехала по туристической виде, приехала сюда через, приехала в Америку сюда и через полтора месяца я уже была, вышла замуж, да, я не говорилась, по туристической виде приехала, вышла замуж и через буквально месяц-полтора я уже подала документы на грин-карту, сейчас это все в процессе, сейчас я сижу в доме, муж у меня там занимается какими-то своими делами, муж-американец, занимается какими-то своими делами, он поехал по своим делам, я сейчас вот в комнатке, у меня здесь отдельная комнатка такая есть, где я могу уединиться и учить английский, заниматься, делать домашние задания, урок по скайпу с учителем, вот я в эту комнатку специально так вот закрылась, уютненько, тихенько, спокойненько, чтобы делить вам время и чтобы поговорить с вами на очень важную тему, которая не пройдет ни одну девушку, женщину, какая бы вы ни были раскрасавица, или как бы вы не считали себя раскрасавицей, или как бы вы не считали себя некрасивой и обесценивали себя, что вот вы такая то полная, то некрасивая, то сильно блондинка, то сильно брюнетка, то сильно прямые волосы, то сильно кучерявые волосы, ну мы женщины, мы же так устроены, что нам вечно в нас что-то не устраивает, Или наоборот, человек себя наоборот классно чувствует, его все устраивает. Человек устроен так, у него две крайности, плюс-минус. Что-то среднее, это сложность. В мой случае на сайте знакомств удачный, сразу вам говорю. Но я не скажу, что это было все вообще благополучно. Вообще счастье полные штаны, каждый день эйфория, любовь, букетно-цветочный пили. Любви, вы знаете, такие специфические браки, когда русская женщина, русская, украинская, белорусская, неважно, женщины из стран СНГ ищут заморского потенциального мужа, то слово «любовь» здесь отсутствует априори, я вам сразу говорю. Я скажу одно, здесь чистой воды расчет идет сразу, вы не пугайтесь этого слова. И те, кто сейчас вот прямо думают, о, абсолютно правильно, понимайте этот смысл. Расчет. Когда правильный расчет, это больше и лучше, чем любовь. Ну, я в своем возрасте уже могу это заявлять. Если правильный у вас расчет, когда не преобладают у вас эмоции, которые вам мешают оценить трезво ситуацию, и все просчитывать, каждый свой шаг, и просчитывать так, чтобы вы могли примерно предугадывать следующий шаг именно в вашей ситуации, не кого-либо, а именно в ситуации. И давайте так, я не буду в воду сейчас мутить, вот так вот говорить вокруг да около, я начну с самого начала. Значит так, вы зарегистрировались на сайте, заполнили свой профиль, кого вы хотите, чего вы хотите, рассказали о себе, не врите, напишите, как есть, возраст, все-все-все пишите, все откровенно. Изначально пишите все откровенно. Это не потому, что там все прямо на той стороне пишут все честно. Вы, вам вообще должно быть все равно, что пишут там. Ну, пока, на данный момент, пока вы заполняете свою анкету, да, свой профайл. Заполняйте все как есть. Ну, килограммы хотите немножко сбавить свои, сколько вы весите, сбавляйте. Это чисто женские такие штучки. Дальше. Не хотите детей, пишите, не хотите. Хотите детей, пишите, хотите. Именно если вы хотите. Невозможно там, а именно если вы хотите, то пишите, да. Если да, да, нет, нет, точно так же и пишите. В этом плане, пожалуйста, вообще не, даже не придумывайте ничего врать. Это очень важно. Настолько важно, вы даже не представляете. Сразу уберите такой момент у себя в голове. Нравится всем подряд, вот без разбора. Вот радоваться каждому. Сразу четко убирайте. Давайте так, еще расскажу. Через какую категорию мужчин вам придется пройти. Значит, первое. Какой вы будете, скорее всего, я так правильно скажу, с какой категории мужчин вы будете сталкиваться на сайте знакомств. Я, например, не знала. Это пришло у меня с опытом. За полтора года общения на сайте я приобрела этот опыт. И этим опытом я сейчас хочу просто с вами поделиться. Рассказать вам, чтобы, может быть, вам уже удобнее, было бы там, комфортнее там было бы. Вы уже понимали, что можно ждать. И вообще, что оно такое? Кто они там такие на той стороне океана, да? Я не говорю именно про Америку. Просто мой случай, да, муж американец. Поэтому я делаю акцент на этом. Вы уже сами смотрите, как вам, что вам ближе. Я не хотела никакие там дальние стороны вообще, куда-то вообще, хотя Аберика тоже не совсем уж близко. Ну, это уже тема опять-таки другая. Давайте вернемся опять через какую категорию мужчин вам придется пройти. Мужчин, которых онлайн-мужчин. Вы еще не знаете даже, кто они и что они. Значит, первое. Это будут у вас мужчины, я так называю всегда, мужчины-смайлики. Кроме смайликов эти мужчины ничего абсолютно не пишут. Вам отправляют смайлики и все. К этой категории можно отнести турков. К этой категории можно отнести, наверное, итальянцев. И индусов, кого бы еще, может быть, китайцы, но их очень мало. Бывают какие-то молодые, тут уже с разных стран. С Германии достаточно тоже. Все. Видите смайлик? Или просто хай смайлик? Или ой, как ты хорошо выглядишь, и смайлик? Это все в утиль моментально. Для меня это не общение. Следующее. Какая вторая категория мужчин будет у вас попадаться? Это мужчины, которые... Ой, how are you? И ой, давай будем знакомиться, давай там т-т-т. Вот все, вот такое вот все, да, все на эмоциях. Отвечайте. Потому что среди вот таких эмоциональных писем может быть письмо действительно человека, который вот зацепил, ваш профайл зацепил, фотографии зацепила, что вы написали о себе, зацепила. Очень важна фотография, и очень важно, что вы пишете о себе. И то, кого вы ищете, это тоже очень важно. Я тоже отдельно сделаю эту тему, на что нужно как бы уделять внимание, когда вы пишете о себе и кого вы ищете. Дальше. Этих мужчин вы можете им писать. Вы потом будете ориентироваться по следующему письму, которое будет писаться вам, да, какой будет ответ. Это уже вот такое напишите, мне тоже приятно, что вы обратили внимание на мой профайл. Все вот как-то легенько так все. Следующее письмо вы уже будете ориентироваться, как вам реагировать на следующее письмо. Я вам скажу, что опыт, как понимать по второму-третьему письму, это придет он само собой. Сразу нет. Вы сразу будете кидаться на все письма. Это однозначно все через это проходит. Только потом уже приходит такой опыт отсеивания этих потенциальных таких мужей или не мужей. Вы понимаете, в чем дело? Вот этих или не мужей надо и вычислять, чтобы не тратить свое время, чтобы не разочаровываться, чтобы не терять надежду. И поэтому вы должны знать, чтобы к вам не приходили вот эти ненужные эмоции, которые вас сбивают с вашей цели. Вам нужно понимать, что такие мужчины есть. И вот знание этого, вы не будете расстраиваться и думать, что это у кого-то получится, у меня никогда не получится. Не переживайте. Абсолютно все через все проходят, прежде чем найти своего мужчину. Все этапы в интернете, на сайте знакомств, эти этапы проходят практически все женщины. Ни у кого не бывает так, что ты приходишь, такая фотография сделала, раскрасавица, а тебе там прямо раз, и муж тебе написал. Твой уже, будущий. И уже даже все документы тебе сделал. Я не знаю, что там еще. Счет открыл там или еще что-то. Значит, девчонки, по поводу мужчин-смайликов, повторяю, да? Мужчины-смайлики первые. Второе. Мужчины, которые, среди них могут быть хорошие мужчины. Со смайликами там, я вам сразу говорю, ничего хорошего не будет. Ему, видите, ему даже писать ему лень. Ему нужна просто ваша реакция, зацепить вас за что-то. Хрен знает за что. Вот. Дальше. И кто его знает, за что он там хочет, что ему вообще надо этим смайликом, да? Что у него там в голове, насколько он больной, здоровый. Дальше. Когда человек пишет, уже можно что-то понять, что он пишет. Не важно даже на каком языке. Вы переведете, вы поймете. Я имею в виду вторая категория мужчин, про которую я говорю, которые просто написали такое письмо эмоциональное, да? Ой, мне понравился профайл, мне понравились ваши фотографии. Это, скорее всего, даже бывает, вы знаете, они копируют, есть такие базовые фразы, да, чтобы познакомиться с женщиной. И вот они их просто копируют, чтобы обратить на себя внимание. Обращайте на них внимание. Ответьте ему. И потом обратите внимание, какое будет ответное ваше письмо. Дальше. Третья категория мужчин, которые пишут вполне серьезное письмо. Вот такой вот, так, чтобы было видно, вот такое вот, такое вот огромное, что вы, извините, его вставить не можете в гугл переводчик, чтобы его перевести. И там начинаются петиции. Я вот там-то живу, я там вот такой-такой, я там-там работала, я сейчас вот здесь, а вот там вот оно здесь, и поэтому оно вот там. Это такое дурно. Если вы видите письмо, где, я не знаю, больше пяти, шести предложений, семи, ну пусть будет десять. Первое письмо. Это я про первое вам говорю. То нафиг его с пляжа. Нафига вам этот поэт нужен? Это сразу убирайте тоже. Эти письма, даже не обращайте на них внимания. Вы даже знаете, что заметите, девчонки? Вы даже заметите, что это письмо, такое письмо, к вам будет приходить еще раз через какое-то время. Они даже забывают, что они эти письма отправляют. Там вот просто клише. Вы начнете понимать, когда дублируются письма, когда вы понимаете, что это письмо пишется там ста женщинам подряд. Но это тоже неплохо. Вы знаете, это тоже неплохо. Но вот мужчина сел, у него нет времени. Он написал одно письмо, скопировал, он отправил десятью женщинам. Ну, может быть, где-то вот оно стрельнет. Это неплохо. На это не надо закрывать глаза. Я вам уже конкретно четко рассказываю, где действительно нужно отсекать. Смайлики отсекаем. Письма тоннами, которые написаны, извините меня, километр письма, мы его отсекаем. Дальше. На что еще вы обращаете внимание, конечно, если пишет вам... Вы заметили, что я вам говорю не на фотографии обращать внимание? Вы заметили, что я вам сказала, что обращать внимание надо на то, что вам пишут? Потому что все-таки в первую очередь вам надо понимать... Вам надо понимать человека по письму. По фотографии вы там ничего не поймете. Какая бы фотография ни была, в анфас, в профиль там, вы когда увидите человека в скайпе, вот тогда у вас будет полная картина того, что вы хотели бы видеть дальше или бы не хотели бы видеть. Начинаете общаться, еще больше начинаете понимать. Да или еще больше нет. То есть это процесс такой, который идет постепенно естественным путем. Следующее. Бывают такие ситуации, девчонки, столкнетесь с такими ситуациями. По поводу серьезных писем, я даже мужчины, которые пишут серьезные письма, то я тут... Чего разговаривать? Отвечайте, разговаривайте, общайтесь. И обязательно долго не тяните, пообщались в скайпе, сори, долго не тяните, пообщались на сайте, переходите, следующий этап, на email, и следующий этап переходите на скайп. Вы должны до друга видеть. Ну, не знаю, скайп, вайбер, что угодно. Ну, так, чтобы вы до друга видели. Затем, на что бы я еще обратила вас, девчонки, внимание, чтобы вы не расстраивались. Очень часто бывают мужчины, вы будете с ним переписываться месяц, неделю, месяц, два, три. Вы будете переписываться с ним, а он потом берет и пропадает. И его нет. А вы уже к нему привыкли, у вас уже куча фотографий, вы уже обменивались, вы уже там себе все представляете. Он вам уже все показывал, дом показывал, все рассказывал, знакомил как бы виртуально с семьей по фотографиям. Может быть, все, что угодно, девочки потом уберет и пропадает. Скажу сразу, не ставьте минус себе и крест на себе. Расстроитесь, естественно, потому что мы женщины, вот у нас натура такая, да, мы уже живем отношениями, пусть они будут вот такой виртуальный, мы уже живем этим человеком, даже мы планируем, ну мы женщины, мы уже планируем что-то, тем более мы идем с какой-то определенной целью на сайт. Естественно, мы уже сразу планируем и нам не по 18 лет, да, мы это все оттягиваем, мы хотим это сейчас, мы же сейчас жить хотим. И раз мы уже решили что-то изменить, это хочется вот сейчас сделать, не откладывать это на тогда-то, когда-то, когда. И поэтому, девочки, вот такая же, может быть, вот такая вот ерунда. Даже может быть такое, что он к вам приедет и потом тоже может исчезнуть. И вот такая ситуация может быть. Поэтому, девчоночки, если будет возможность, переписывайтесь, один, два, два мужчины, можно переписывать, ничего страшного, абсолютно. Здесь нет такого, что вы там прямо изменяете, да, переписываясь с одним, там, со вторым. Кто не может, не делайте этого, потому что есть девчонки, которые, я не могу, я должна полностью посвятить себя, свое время, вот этому мужчине. По-другому не можете, не делайте. Можете переписываться с двумя, с тремя, переписывайте с десятью, как можете, отсеивайтесь. Самое главное, что процесс шел. Да, может быть такое, что какое-то время могут вам не писать. Обязательно смотрите, обновляйте профайл. У меня есть, в конце этого видео, будут заставочки, и внизу под видео, я, значит, скину ссылочку, будет ссылочка на мое первое видео, где я говорила о сайтах знакомств, которые проверены мной, где я своего мужа нашла, и где действительно много достойных мужчин. Вернусь, девчонки, еще к одной категории мужчин. Есть такая еще категория мужчин, которые с вами просто общаются, и вы там 145-е. И он даже этого не скрывает. Вот он с вами пообщался, потом вы видите, он в онлайне, на сайте, в онлайне, но он с вами не общается. Естественно, он общается с другими женщинами. Я, я не знаю, я же сказала, что я не буду ничего советовать. Смотрите сами. Как по мне, это бутиль. Мужчина должен, вы его должны заинтересовать, он должен жить с вами. И дальше, какой еще моментик, я бы вам сказала. Бывает еще такое, что есть категория мужчин, когда вы с ними общаетесь, уже как отношения у вас такие, виртуальные, и он вам очень много обещает, или обещает не совсем много, но просто даже элементарное. Вот завтра я там созвонюсь. Так как разница во времени, практически везде разница во времени, опять-таки, я про, уточняю, я про Америку, потому что в моем случае. И должна быть вот эта пунктуальность. Если человек не может, он обязательно вам должен написать. Отслеживайте все вот эти моменты, вот эту ответственность, вот эту пунктуальность. Это очень важно. И это потом настолько проявится, когда вы будете вместе жить, или когда вы начнете что-то планировать уже вместе, когда это серьезные шаги начнутся. Вот вы увидите по вот этим виртуальным общениям, вы поймете, насколько потом это важно, когда начнутся такие серьезные шаги, с переездом, девчонки, я вам серьезно говорю, с переездом, с документами, где он будет за вас платить, где он будет вас кормить, где он будет вас одевать. Вы будете как младенец первое время, в новой стране. Все. Это нужно очень серьезно к этому подойти, и понимать, но все опять-таки не прощупаешь. Но чуть-чуть интуиция у нас у любой женщины есть. У кого больше развита, у кого она меньше развита, но она есть. Мы это понимаем, мы это осознаем чуть-чуть. Если вам что-то где-то подозрительное, не говорите это «а-а-а». Нет, ни в коем случае. Что-то, если вас вот-вот-вот, но не лежит оно в душе, проверяйте его. Как угодно проверяйте, наводящими какими-то вопросами там, что угодно. Это уже, вы знаете, это по ситуации нужно ориентироваться. Еще одна категория мужчин. Вы с ним будете общаться. У вас вроде действительно развились нормально, у вас развиваются нормальные отношения такие, опять виртуальные, да, и вы замечаете, что он от вас скрывает. Он постоянно с вами разговаривает. Вы видите дверь, вы больше ничего не видите. Потом... Или стену. То есть он вам не показывает дом, он вам не рассказывает, как он живет, где он работает, вообще ничего. Вот понимаете, информацию о себе не говорит. Или говорит, но очень скупо. Замечайте, сразу же у человека, вот они, вот я вам говорю про американцев, я могу еще вам сказать про англичан. Они очень открытые. Если ему скрывать от вас нечего, если он действительно хочет жениться, он вам все расскажет. Поверьте мне, все расскажет. И свою зарплату и расскажет, где он живет, и покажет, вот так будет показывать все апартаменты. Это как делал мой муж. Все показывал. Рассказал, какая у него зарплата, рассказал, что все, все, все. Сказал, что у него бассейн есть. Ой, ты любишь ходить в джим? Есть у меня рядом джим. Будешь ходить в джим? Будешь ходить в бассейн? Все, что он рассказывал, я приехала, это все так и было. он выходил мне показывал где вокруг дома что девочки это так важно вы даже не представляете потом когда я вам расскажу свою ситуацию вы поймете почему я так вот раз 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 собралась уехала себе и все и даже и не парилась я понимаю что можно рассказывать показывать все что угодно а потом приехать и жопа я это все понимаю но будем исходить из того что есть до жопы нет никакой и вот-вот живу и все ну ну это я не знаю знаете есть такое понятие чуйка ну вот я так всю жизнь живу она мне никогда не подводила и я знаете как я уже в одном из видео говорила что у меня есть такие как бы сказать черты характера такие до которые я вот где чтобы не очень сложно провести и я это прямо знаете как это все промеж строк читаю вот человека я задаю вопрос я просто даже вижу как он реагирует на вопрос как и как он на него отвечает то есть но это очень сложно я наверно с этим родилась я не знаю поэтому девчоночки добрушечки которые верят всем подряд и будьте очень внимательны я не потому что вам говорю чтобы какую-то халэпу попадете там или счет нет ни в коем случае все будет классно и хорошо если вы чуть-чуть на шаг вперед смотреть будете если чуть-чуть включите мозги чуть-чуть включить интуицию чуть-чуть при при спустите розовые очки пожалуйста они у вас будут а и у меня были я же не то что там прямо вот какая-то такая особенно я женщина мы женщины мы отлично друга можем понять поэтому девчонки будьте просто на чеку не это не значит что тому не доверять та сволочь это скотина то ой какой классный ой какой не искренности крайность ни в коем случае мы просто всегда на чеку мы улыбаемся мы хотим понравиться мы общаемся мы интересуемся мы о себе рассказываем но не все надо тоже все контролировать надо как-то так это все не то чтобы обманывать надо понимать что нужно говорить надо понимать как это говорить если вы что-то решили сказать это очень вещи такие важные нельзя быть чересчур открытой вот прямо как книга не вы понимаете во первых запомните одну вещь разный менталитет они для вас будут казаться странные я вот живу полгода это не такая уж огромная не такой же огромный срок да срок так выразилось это не не такое прямо продолжительное время до замужества полгода но поверьте мне за эти полгода я по-моему за эти полгода столько мы прошли в совместной жизни уже этих притерок я наверное люди за пять лет так живут это если в нашей стране наши мужчины вот можете представить насколько здесь все жестко что за полгода я вам серьезно говорю срок пятилетний притерки вот вот когда мы при когда ты притираешься характерами когда ты не понимаешь что тебе говорят когда ты хочешь сказать то что ты хочешь сказать а говоришь черти чё а он понимает вообще черти чё вот ситуации такие это тоже отдельную тему я вам выделю это целая отдельная тема я выделю вам расскажу это все очень сложно поэтому когда вы кого-то найдете дай бог чтобы все нормально все было хорошо потом у вас начнется другой этап не менее сложный чем на сайте не менее сложный я бы даже сказала более сложный когда вы переедете и вы начнете свою документально семейную жизнь это надо пройти этапы я все вам расскажу как она есть чтобы вам это помогло чтобы немножечко кому-то открыла глаза некоторые просто бы знали что может ну как она вообще есть потому что я не буду все как бы я не буду это все ухудшать да как она все плохо или как это все классно скажу просто одно девчонки просто нужно понимать что это жизнь нужно понимать что ситуации бывают разные нужно понимать что люди бывают разные нужно понимать такую вещь что надо набраться терпения обязательно потому что мы захотели что-то изменить своей жизни правильно правильно я не по моему в очень многих видео своих повторяю что если мы хотим что-то изменить своей жизни надо набраться силы воли и знаете как такого внутреннего такой найти нужно иметь внутренний стержень и понимать в итоге куда вы идете вот какая у вас цель если вы хотите что-то изменить жизни она не получится изменить что-то вот это вот одно вы хотите что-то изменить жизнь она она попрет все все будет меняться захотели выйти замуж за иностранца до выйти замуж просто выйти замуж все меняется а захотели выйти замуж за мужчину который живет в другой стране меняйте место жительства страну язык обстаю обстановку образ вашей жизни меняется что еще могу сказать сложности другие они абсолютно другие чем в твоей собственной стране и поэтому вы попадаете в такую ситуацию вы попадаете вот в такой как вам сказать вы создаете для себя такую ситуацию где вроде как надо радоваться она настолько все сложно потому что все новое и в это надо будет выгребать жить и и идти так чтобы идти просто этих с дальше к цели вы хотели замуж вот пожалуйста приехали если нет каких-то особых сильных проблем да вот вообще катастрофических то все ваших руках познакомились выходите замуж начинайте свою жизнь притирайте с характерами учите язык потом документы потом ищите работу все абсолютно будет все своим чередом я хочу вам подытожить самое главное девчонки понимать что вы хотите потом узнать свой следующий шаг цель и зачем вам она нужна это цель да вот вы хотите там вы намерены что-то изменить а потом вы уже знаете как к этому идти и обязательно я так как бы знаете как это видео еще сделала для того чтобы просто вооружиться информацией всегда вооружитесь информацией но я бы не советую опять не хочу советовать и я я так скажу у нас на своем месте вот и я не рассматривала негативную информацию ни в коем случае и я в основном смотрела те видео и те девчонок у которых все получалось и как они это делали как она у них получалось то есть понимаете то есть я понимаю что нужно смотреть и видео где ничего не получается девчонки попадают какие-то там такие ситуации что у меня другая теория в жизни и я по жизни никогда в халепе никак не попадала хоть дайте говорят никогда не говори никогда но так как я не 18 лет только живу да уже за 40 и жизнью как бы уже доказано что моя интуиция мне всегда помогает я никогда не попадаю какое-то дерьмо не было не ну не было у меня такого было чуть-чуть какая-то хрень но не дерьмо полнейший вы с любого дерьма есть выход на эти может быть у меня и так и было поэтому я не вижу что это совсем прямо очень плохо поэтому я вам так скажу что самое главное наметьте цель к ней идти вооружиться информацией вам она всегда поможет как и мне вы просто делаете чуть меньше ошибок у вас они будут свои они у вас будут другие но поверьте мне и согласитесь со мной правда же когда у вас есть хоть какая-то информация то вы уже как бы на просторах того же сайта знакомства уже знаете как себе вести например да или вы уже не так расстраивайтесь когда какой-то мужчина там писал описал то мне пишет ты понимаешь что так это же не только тебе у спаде вот это наверно тот хрен попался мне про которого рассказывали к примеру вот только поэтому я вот сейчас это делаю видео чтобы вам рассказать что но с чем я сталкивалась да и на что просто не надо вестись но цените всегда мужчину который вам попал неплохой обязательно цените это и общайтесь с ним в конце скажу девчонки не обращайте внимание на возраст в конце скажу еще не обращайте внимание на фотографию внутри мужчина может быть душка серьезно со временем вы не будете видеть этого лица вы не будете видеть этот возраст потому что в америке например опять говорю про америку в америке потому что это мой случай возраст и возраста на ресторанах снг мужчин это две разные вещи наши у дяди и наши вот эти пенсионеры вот уже ходит до 60 лет дедушка там 60 лет девочки не шесть только начинается это не возраст или девчонка по 20 40 летний мужчина их ищут а смотрят это не возраст и это все они дети до 30 лет здесь мужчины вообще дети не рассматривают вообще как потенциальных женихов очень позднее здесь браке дети поздно рождаются и поэтому не обращайте внимание самое главное чтобы был человек который вас знаете как как удочерит вот потому что вы будете первую очередь смотри здесь чувство себя как ребенком и вот вас будут кормить одевать вас будут лелеять холить показывать водить везде по конторам где нужно по центрам этим и грационом потому что вы ничего не будете знать и вам нужен вот такой мужчина который рядышком и вы за ним как слепой котеночек вот вот такой должен быть мужчина они если честно они даже не представляют что их тут ждет когда приезжают русские женщины сколько с нами возни с документами и со всей остальной баломатьей поэтому я еще хочу сказать девчонки перед тем как закончить видео учите язык пожалуйста потому что тогда будет жопа конкретно и без языка хоть что-то хоть какие-то моменты какие-то что вы могли говорить потому что это настолько важно в общении в семье потом жить стране но хотя бы легкий разговорный язык у вас должен быть я хочу пожелать вам всего самого классного самого хорошего ищите свою половинку не расстраивайтесь не останавливайтесь ни на каком этапе если вы уже четко поняли решили что вы этого хотите я могу пожелать только вам удачи пока пока